которого, используя дружеские с ним отношения, намеревался посвятить свой преступный умысел и в планированном преступлении отвестировали якобы посредника во взяточническое, а именно для получения от представителей УФО все денежные суммы и ее надежного хранения. Бурковский предложил Митяеву участие к Васильникову, который должен был быть гарантом передачи денег, а также существительное получение от представителей УФО колбина и хранить их у себя до окончания процесса выдачи разрешения на строительство. При этом Бурковский намеревался посвятить Красильникову свои преступные намерения, направленные в течение чужого имущества, путем обмана материальных, заинтересовав Красильников, обеспечить участие в последнем преступлении. По обыску Бурковского Красильников, демонстрируя представителям УФО свое посредничество взятшимся, для должностных лиц государственных органов в местном управлении должен был выполнен действие, необходимое Бурковскому, а именно направленное в получение хранения и передачи в мудельных средств а представителей УФО. Не позднее 19 января 2017 года Бурковский, встретившись с Красильниковым у места жительства последнего по адресу города Оренбург, улица Дружба, дом 13, посвятил Красильникову свои преступные намерения, направленные на совершение хищения путем обмана чужого имущества в крупном размере. При этом Бурковский, используя свои дружеские отношения с Красильниковым, записав последний материал, вступил с Красильниковым в предварительный преступный сговор на совершение хищения путем обмана имущества УФО в сумме 5 миллионов рублей. То есть он в особо крупном размере, а именно под видом якового посредничества, в получении взятки для положительного решения вопроса УФО о получении разрешения на строительство дома по улице Чикаго в городе Оренбург. Так, согласно преступному сговору Бурковского с Красильниковым, последний должен был получить у представителя УФО с Калапина, передаваемый в качестве взятки денежных средств и хранить их у себя до поступления соответствующего разрешения Калапина на передачу денег к Бурковскому или возврата Калапина. Не позднее, 19.07, в городе Оренбург Красильникова знает, что Бурковский не имеет реальных возможностей датки для положительного решения вопросов государственных органов и органов местного управления, о выдаче правого фокуса разрешения на строительство жилого дома по улице Чикаго в городе Оренбург. Действия уничтожены из корыстных убеждений с целью незаконного обогащения, нарушая присягу сотрудников органов внутренних дел, утвержденного положения о службе в органах внутренних дел, введенного в постановлении Верховного Совета Российской Федерации в 1992 году, утверждение положения о службе в органах внутренних дел, введенного в УФО и требования в уже указанном федеральном законодательстве, регламентирующего действия сотрудников полиции в его служебной и неслужебной деятельности, дал Бурковскому согласие на участие в совершении хищения путем обманного имущества ООО «Фокуса в особо крупном размере», а именно на свое участие в совершении планированного преступления, под видом посредника для получения и хранения у себя денежных средств, предназначенных ягоду для передачи в качестве взятки должностным лицам, и вступил с Бурковским предварительным присутствием сговора в совершении хищения чужого мышц в особо крупном размере. В ходе последующей встречи с Митяевым, произошедшей не позднее 19 января 2017 года, магазин «Ассалют» по адресу город Оренбург, улица Срежкова, дом 251 Бурковский, сообщил ей о согласии Красильникова в выступлении роли посредника в получении, хранении и передаче денег, а также сообщил, что из денежной суммы в 5 миллионов рублей им планируется 750 тысяч рублей оставить себе, 150 тысяч рублей передать Красильникову за его участие в совершении преступлений, 100 тысяч рублей передать Митяевой и 4 миллиона рублей передать должностным ягодцам и ягодам взяткам получателям. Дата передачи денег была определено 19 января 2017 года. 19 января 2017 года в городе Оренбурге в ходе проведения оперативных мероприятий, по поступившей от представителей ООО «Фокус Макарова» информации сотрудниками ООО «РЧСО» и отделов расследования собственной безопасности ООО «Россия» в Оренбургской области Макарову, давшим на соответствующий согласие, были вручены денежные средства в сумме 2 миллиона рублей, принадлежащие правовым, и предоставленные последним для передачи их полупинам, которые, не имея преступного умысла, зная о действиях правоохранительного в форме с накладным предотвращениями преступлений, должны будут передать указанные средства Красильникову. Однако, Бурковский, под общение с Митяей, узнав о передаче денег по частям, продолжая вводить в Митяево заблуждение, в категоричной форме заявил о якобы требовании должных лиц о необходимости передачи всей суммы одновременно, в связи с чем дата передачи денег Красильникова была перенесена на ответ 21 января 2017 года. 20 января 2017 года в дневное время Бурковский продолжает осуществлять свои преступлениями в обусловленных корыстными пробуждениями и целью личного обогащения, посредством хищения путем обмана имущества ООО «Фокус» в особо крупном размере, находясь у здания поликлиники МВД России Оренбургской области по адресу города Оренбурга Кульширина, в ходе встречи с Митяевым, продолжая вводить в последнее заблуждение, относив к единственным мотивам своих действий, заявил Митяевым, как и с передачи денег в 45 миллионов одновременно. В тот же день Бурковский получил от Митяева телефонное сообщение, в котором последний подтвердил готовность ООО «Фокус» представить требуемым Бурковским денежные средства 21 января 2017 года. 20 января 2017 года входит состоящий телефонный разговор между Кулпиным и Красильником. Последний подтвердил свое согласие на встречу 21 января для получения денег от золопина. 21 января 2017 года в городе Оренбурге Бурковский действует согласно совместно с Красильником преступному умыску после подтверждения Красильником факта получения денежных средств от Кулпина должен был встретиться с Митяевой и, вводя ее в заблуждение о своих истинных намерениях, сообщить ей заведомо ложную несоответствующую действительности информацию, якобы полученную им от должностных лиц о выявленных недостатках, требующих устранения в проекте жилого дома, после чего заверить от имени угазанных лиц о выдаче разрешения на строительство, в ближайшее время, после чего получить у Митяева деньги в сумме 750 тысяч рублей, добившись таким образом подтверждения отклонки на факты исполнения своих обязанностей перед Кулпиным фокусом. Путем телефонного звонка Красильникова с решением передачи денег Бурковскому, последний планировал получить у Красильникова деньги в сумме 4 150 000 рублей, из которых 150 000 рублей призначались для передачи Красильникову за его участие в совершенном преступлении в качестве посредника, то есть незаконно путем обмана похитить чужую имущество в особо крупном размере и тем самым окончить совершение преступлений. 21 января 2017 года в период с 9 часов 7 минут до 10 часов 38 минут в городе Оренбурге в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками ОРЧС БМВД России по Оренбургской области произвели осмотр и вручение Макарову денежных средствами 5 млн. рублей, принадлежащих Фролову, и предоставленных последним, из которых 4 900 000 рублей, Макаров передал Кулпиным, а 100 000 рублей, предназначавшихся Бурковским для Митяевой, были возвращены к Кулпиным Макаровым. Полученные денежные средства Кулпиным привез к себе домой по адресу Куратаринбург, поселок Кушков, переулок Абрикосовый, дом 1, где Митяева действующая согласие руководства ООО «Фокус» с целью фиксации преступной деятельности Красильникова и Бурковского и в соответствии с договоренностями с последним, 750 000 рублей убрала в СЕИП. Оставшиеся 4 150 000 рублей дала своему сожителю Кулпиным для последующей передачи им данных денежных средств Красильникова. 21 ноя 2017 года в период 13 часов 20 минут до 13 часов 50 минут в городе Оренбурге Красильников получил телефонное сообщение от Кулпиным о готовности передачи денежных средств, осуществляя свой и Бурковского совместный преступный мысль на правом хищении путем обмана имущества ООО «Фокус» в особо крупном размере прибыл на своем личном автомобиле в Минцебишу-Райл-Плендер по адресу города Оренбург, поселок Кушкуль, переулок Абрикосовый, дом 1, где действуют мышленно-незаконные скоростные побуждения с целью личного обогащения группы и с предварительным сговором с Бурковским под видом осуществления последствий получения взятки у представителей ООО «Фокус» получил откладки на денежные средства в сумме 4 млн 150 тысяч рублей, которые принял якобы в качестве взятки для последующей передачи через Бурковского должностным лицам государственных органов и органов местного самоуправления для выдачи разрешения ООО «Фокус» на строительство дома по улице Чикалова города Оренбурга. Красильников получил откладки на деньги в сумме 4 млн 150 тысяч рублей, 21 мая 2017 года в период с 14 часов 10 минут до 14 часов 30 минут на указанном автомобиле привез их по адресу города Оренбург, улица Гружба, дом 13, где взял из автомобиля пакет с деньгами и распоряжаясь похищенным имуществом по своему усмотрению направился в свое жилище, но по пути был задержан с поличным сотрудниками ООО «Фокус» и ООО «Фокус» и Бурковского области, и преступная деятельность Красильникова и Бурковского была пресечена. Таким образом, Красильникова, выступая перед представителями ООО «Фокус» в роли посредника и гаранта передачи ягодной взятки в виде денежных средств, действуя умышленно, незаконно, группа лиц к предварительному сбору в Бурковском путем обмана похитили чужое имущество в особо крупном размере, а именно совершили хищение денежных средств пролога, являющихся учредителем ООО «Фокус» в сумме 5 млн. рублей, то есть в особо крупном размере, полученные под видом взятки для должностных лиц государственных органов и органов местного управления за получение в департаменте передостроительства земельных отношений администрации города Оренбурга и разрешение на строительство жилого дома по улице Чкалова города Оренбурга для ООО «Фокус». Чем причинили ООО «Фокус» вред? Его деловой репутации, а также материальный ущерб пролога, субъективных рублей, то есть в особо крупном размере. Своими действиями Красильников и Бурковский совершили преступление в 8.4 ст. 159 главного корпуса «Мошенничество и ощущение живомыщества» и «Момана совершенных других рисков» говорится на сговоры в особо крупном размере.